Дорогие друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о том, как можно настроить Wi-Fi роутеры ATP-Link с помощью смартфона и специальной программы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На мобильном устройстве не очень удобно пользоваться стандартным веб-интерфейсом меню роутера. Буквы там очень маленькие и приходится постоянно увеличивать и уменьшать изображение. Компания TP-Link позаботилась о своих пользователях и выпустила хорошее приложение для смартфонов и планшетов TP-Link Tether, которое упрощает этот процесс. С помощью данной программы вы сможете посмотреть информацию и настройки подключения, управлять своим Wi-Fi роутером, а также носить свои настройки. Приложение доступно для двух самых популярных платформ это iOS и Android. iOS начинается с седьмой версии и выше, Android же с версии 4.0. Я покажу на примере Android 8.1. Далее видео мы рассмотрим базовые возможности TP-Link Tether, а еще я покажу как можно быстро изменить основные настройки роутера с помощью данной программы. Приложение поддерживает почти все популярные модели роутеров данного производителя. Я покажу на примере TP-Link Archer C20. Итак, скачиваем приложение с App Store или Play Market в зависимости от мобильного устройства и устанавливаем его. Ссылки на приложение вы найдете в описании под видео. Не забудьте нажать на них. Как подключиться к роутеру? Для того чтобы программа увидела ваш роутер, нужно будет подключиться к нему по Wi-Fi. Если вы уже давно используете свой роутер, то скорее всего вы к нему уже подключены. А если же вы хотите настроить новый, стандартное имя и пароль для подключения, вы найдете снизу роутера на наклейке. При первом запуске приложения вы увидите краткое описание его возможностей. Пролистываем и жмем начать. Если вы подключены к сети, вы увидите название маршрутизатора, тут же указан его MAC-адрес. Чтобы попасть на основной экран управления роутером, вводим имя и пароль администратора. По умолчанию это admin и admin. Если вы их уже меняли, укажите свои. Главный экран разделен на несколько частей. Панель управления, где вы увидите информацию о вашем Wi-Fi в реальном времени и гостевой сети. Нажав на значок маршрутизатора, вы увидите его имя, модель, версию прошивки и аппаратную версию железа. Во вкладке клиенты указаны все устройства, подключены к этой сети. Тип подключения и их IP-адрес. Нажав на одно из подключенных устройств, вы сможете узнать еще и MAC-адрес, а также заблокировать его. Это может быть полезно в случае, если к вашей сети подключился кто-то посторонний. Здесь же можно изменить имя клиента и выбрать ему другой значок. А теперь небольшой анекдот. Слышал? Петрович уволился. А куда он ушел? В гееклуб. Зарплата говорит больше, а трахают меньше. Переходим к следующей вкладке инструменты. Как видите, здесь больше опций в сравнении с двумя предыдущими. Беспроводной режим. Содержит минимальные настройки Wi-Fi-сети. Он позволяет включать-выключать беспроводные сети, менять имя, защиту и пароль. Тут же будет отображаться и гостевая сеть, если она активирована на устройстве. Подключение к интернету. Один из самых важных разделов, который в основном используют при первой настройке роутера или смене провайдера. Если провайдер не поддерживает автоматическую раздачу адресов или использует PPTP-подключение, тут можно задать параметры подключения вашего провайдера. Выбрать тип подключения и ввести его параметры. Указать имя пользователя и пароль, IP-адрес и так далее. Родительский контроль. Родительский контроль позволяет настроить список контролируемых устройств и указать разрешенные веб-сайты и расписание доступа к ним. Диагностика сети. Позволяет проверить подключение к роутеру и интернету. Гостевая сеть. Позволяет настроить открытый доступ к интернету посторонним с парольной защитой или без. С разделом поделиться Wi-Fi, я думаю, все и так понятно. Здесь вы можете посмотреть пароль к сети или получать QR-код для доступа к ней. Ну и в последнем пункте система. Вы сможете изменить данные учетной записи администратора, указать новое имя и пароль. А еще перезагрузить роутер и сбросить настройки по умолчанию. В заключении можно сказать, что приложение TP-Link Tether включает в себя небольшой набор функций, но обладает всеми необходимыми базовыми настройками для роутера. Имеет простой интерфейс, который не даст запутаться во множестве параметров, в отличие от стандартного меню администратора в браузере. Это приложение подойдет для быстрой настройки роутера. Для более детальной настройки продвинутым пользователям все же придется воспользоваться веб-интерфейсом. Для того, чтобы войти в веб-интерфейс со смартфона, достаточно подключиться к сети по Wi-Fi, указать адрес роутера и ввести логин и пароль администратора. Детальнее, как настроить роутер, вы можете посмотреть в другом нашем видео. Ссылка будет в описании. А на этом все. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!